Специалисты отметили традиционную активность жителей районов в голосовании. Средняя явка по области составила больше 40%, что по сравнению с другими регионами вполне неплохой показатель. В этих выборах люди активно ходили голосовать. Для многих это стал в какой-то мере семейный праздник, то есть с детьми. Опять же, люди активно участвовали в опросе. Можно заметить, что это, наверное, одни из немногих выборов, в которых люди хотели рассказать о своем мнении. На избирательных участках региона работали более тысячи общественных наблюдателей. Серьезных нарушений выявлено не было. На 8 утра областная избирательная комиссия сообщила, что 837 направлений ей было сдано в 8 утра. В последующем наблюдатели доехали до остальных избирательных участков. В целом мы хватили 1131 избирательных участков. Поэтому можно сказать, что хват был практически в 100%. Компания была спокойной. Она была основана на правовых нормах. Никто от них не отклонялся. И не было никакого давления на оппозиционных кандидатов и, соответственно, каких-то протестов и каких-то скандальных ситуаций. То есть это были спокойные, абсолютно не скандальные, вот в известной степени, как я уже сказал, образцовые выборы, но выборы референдумного типа. Уже к 10 часам вечера огласили первые результаты выборов. Со значительным отрывом лидировал Роман Стравойт. Времени на праздник и на отмечание этого успеха нет. Сейчас самый главный этап – оправдать доверие земляков, реализовать то, о чем мы договорились. Это нужно делать буквально завтра, не дожидаясь каких-то отдельных решений. Это, наверное, вдвойне или втройне сложнее, чем провести предвыборную кампанию. На этом и рассчитываю сконцентрировать свои усилия в ближайшее время.